всем привет сегодня я покажу вам как можно управлять удаленным сервером и выполнять на нем команды с помощью языка python и фреймворка flask это может пригодиться если вам нужно написать telegram бота по управлению сервером и так чтобы выполнить удаленно команду на сервере можно использовать подключение ssh и для питона уже есть готовая библиотека парамика которая как раз и предоставляет возможность выполнения любых команд по протоколу ssh версии 2 но проблема здесь может заключаться в том что если я не хочу использовать протокол ssh и нам в этом поможет конечно же flask во первых удобство в том что мы можем делать запросы через и пиай то есть не только выполнение команд но и еще какой-то дополнительный функционал а также получать вывод выполненных команд формате джейсон сейчас я покажу вам эти простейшие два скрипта вот первый это у нас сервер всего 30 строчек и клиент который будет выполнять наши запросы тоже с помощью python итак давайте перейдем сначала к серверу здесь мы используем библиотеку flask и flask талисман для того чтобы наше соединение было безопасным и с использованием протокола htps дальше у нас идет токен для того чтобы наши запросы были также безопасны это любая строка пароль здесь у нас используется end point экзекьют то есть на нашем и пиай запущенном и запрос будет пост перед выполнением команды мы также проверяем что наш клиентский токен подходит если он не подходит соответственно будет 401 ошибка и здесь идет выполнение команд на 21 строке идет получение команды и далее на 23 ниже выполнение этой команды и мы также отдаем output этой команды то есть возвращаем клиенту и на 32 строке мы определяем на каком ip адресе у нас будет запущен сервер на каком порту и какие сертификаты и ключ и приватный ключ мы будем использовать для htps соединения ну а клиент достаточно простой здесь просто наш юрл наш токен доступа и команда которую мы хотим выполнить мы будем выполнять команду создания директории hello2 в директории flask где у нас будет запущен сервер сделаем запрос если запрос будет успешным то мы получим результат этого запроса либо же будет ошибка выполнять я все это буду на моих бесплатных серверах vps на гипервизоре квм и так я сейчас уже залогинился сейчас мы обновимся а также установим тимакс для того чтобы flask работал в определенной сессии и мы могли выполнять другие действия готова теперь активируем сессию тимакс и перейдем супер пользователя создадим директорию up и создадим директорию flask теперь нам нужно установить две библиотеки посмотрим установлены здесь пип также установим пип и теперь установим эти библиотеки и так новый питон требует виртуального окружения для того чтобы установить наши библиотеки и не поломать зависимости в системе мы можем этим пренебречь но лучше это сделать по-нормальному так создадим директорию vn так нам нужно еще один пакет для того чтобы работать с виртуальным окружением давайте установим и заново запускаем команду готово теперь нам нужно активировать его в этой директории все готово мы видим что слева у нас подсвечивается что мы находимся в виртуальном окружении и теперь можем доставить наши библиотеки фласк и фласк талисман готово теперь создадим файл main.py и скопируем код для сервера здесь важно что порт я использую тот порт из 20 доступных мне на этих бесплатных vps сохраняем и выходим но теперь у нас нету еще сертификатов которые мы должны сгенерировать выполняем вот эту команду и генером сертификата здесь можем указать все что угодно готово и запускаем наш сервер все мы видим что сервер стартовал теперь нам надо проверить что мы можем подключиться по этому порту 3407 в 34 702 так из клиента мы скопируем строчку перейдем на наш локальный компьютер и я попробую просто через команду готово то есть сервер принял наш запрос и также теперь создадим main.py уже у нас на локальном компьютере для того чтобы выполнить запрос создание какой-нибудь команды здесь уже я скопировал все что здесь вот у нас находится 19 строчек у нас токен такой же my secret токен как и на сервере вам же его надо в любом случае поменять на какой-то более серьезный и безопасный так сохраняем и выполняем и в аут под у нас ничего нет потому что команда создания директории она ничего не отдает и давайте проверим остановим сервер и и мы видим что директориях и low 2 создалась также можем сделать команду чтобы нас был какой-то аутпут к примеру мы выполним команду с вами просмотр директории и ее прав до сервер мы не запустили давайте запустим сервер и заново выполним скрипт и вот мы получили в аутпут с помощью джейсона наш вывод здесь у нас лежит файл сертификата директория hello 2 и так далее просто здесь нарушен формат но здесь все переносы строк сохранены то есть если мы распарсим этот джейсон и выведем результат текстом то получится отлично давайте попробуем это сделать и и здесь мы выведем как строку поле аутпут и вот мы получили красивый вывод со всем переносом строк и и команда это выполнено на нашем удаленном сервере мы можем подключить сколько угодно серверов и делать к ним определенные запроса управлять через команды если мы изменим сейчас наш токен на неправильный мы получим ошибку 401 и также сервер оповещает что запрос был неправильный и он отдал 401 ошибку также хочу дополнить что получить серверу может совершенно бесплатно пока он находится в режиме тестирования несколько месяцев вам нужно просто перейти telegram бота рут чип вот и зарегистрировать свой аккаунт также не забывайте что у нас есть свой telegram чат где я размещаю новости по поводу этого telegram бота и все новые изменения для него если же вам нужна помощь можете заходить в наш чат linux life чат и там вы можете написать свою проблему по этим бесплатным сервером надеюсь вам понравилось это видео и оно будет вам полезно всем спасибо кто смотрел подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии всем спасибо до скорых встреч спасибо